МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у меня счастливый день. Я представляю вам Давида Черкасского, потрясающего режиссера и человека с Украины, из Киева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, если хочешь правду, в общем-то, большую правду, то у меня такое ощущение, что в основном я ничего не придумывал, а только веселился. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, конечно, в топках сидели мультипликаторы под станками. Вот там-то они, наверное, забрасывали уголь в топки. А капитан наверху в белом кителе с трубкой во рту, вокруг помощники капитана. Это, конечно, самая ирония Давида Яныча. Ведь Давид Яныч, серьезно и честно, сделал приключения капитана Вронгеля. Доктор Айболит, Остров сокровищ. Это все многосерийные, длинные, замечательные мультипликационные фильмы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это кадры из первого фильма Давида Черкасского «Тайна черного короля». Как видите, это детектив. Давид получил за него приз в Мамайе, в Румынии, и множество откликов в печати. По статичке было посвящено нам. Особенно нас поразила украинская мультипликация, которая что-то, вообще новая мультипликация, которая в каких-то желтых, там, в каких-то тонах. Блакитных. Нет, не блакитных, в желтых. Попробуй тогда сделать желтое и синее небо. Ты что? Нельзя было вообще. В общем, что-то в желто-красных каких-то тонах, и очень похоже на югославскую мультипликацию. Хотя мы даже не догадывались, что такая существует мультипликация, как ты понимаешь, в 64-м году. И я получил за нее диплом, как за дебют или как? Или дебют? Кредит. За дебют, вроде бы. Вот. Ну и вот, а после этого, каждый год я делал по картине. Каждый год. Это один из первых фильмов Давида Черкасского «Вокруг света по неволе». Надо сказать, что почти все фильмы Давид Яныч сделал и делает замечательным, редким, потрясающим по таланту и фантазии художником родной Сахалтуеву. Интересно, а фамилия режиссера не от города или Черкассы происходит? Ну, в общем, в паспорте у меня довольно забавно написано. Черкасский. Фамилия Черкасский. Черкасского района, Черкасской области и город Черкассы. И когда я переезжаю за границу, все смотрят и не верят. Думают, шпион, но, наверное, неловко. От плохого государства. Я из Шполы. Шпола – это местечки Полянского района, Черкасской области. Я там родился только и сразу уехал в город Киев. Вот. И папа был еще тоже очень молод тогда. Он переехал в Киев, он был печатником по профессии. И потом, значит, его взяли на переподготовку, и как раз началась война. И он довоевал до конца. А мы с мамой уехали. Я ходил в школу. И детство, что я пропустил один год, потому что я каждый день вместо школы ходил, смотрел «Три мушкетера» фильм. Каждый день. То есть у меня нет воспоминаний плохого от своего детства, только хорошие. Ни голода не помню. Хотя, я же тебе говорю, должен был быть голод. Да, не помню. Давид, а ты рисовал в детстве? Ленин и Сталин нарисовал по клеточкам почему-то. Вот такой идиотизм, знаешь, детский. У нас был один хлопец, который гениально рисовал вождей. И мне так нравилось, как он рисует, я подражал ему. Так что я король вождей. Традиции нашей партии широкополучной стерплят такой ганьбы для нас. В 65-м году Давид Янович приехал в Москву. Он искал актеров, чтобы записать для этого фильма псевдоанглийские идиотские реплики. Ну, и я записал ему их все. Леди и джентльмены, мы забралися на передвыборный митинг, чтобы высунуть кандидатуру Васильчака в Вилле. Лише в Индии не будет кандидатом из нашей партии. Человек живет всеми своими первыми впечатлениями. Первая кухня, которую мама ему дает, первые книги, которые он читает, первые картины, которые он смотрит. Вот, судя по всему, опять же, эвакуации. Что в библиотеке есть? Библиотеки есть Дон Кихот, Канан Дойль. Ну, это первые книги, которые я читал. Причем мне нравились библиотеки, когда приходишь, она такая толстая и потрепанная книга, зачитанная. Для меня производило огромное впечатление. Институт евреев уже тогда не принимали архитектурный, но в строительный можно было попасть. Я пошел на строительные изделия деталей, где рисование не преподавали. Я два года работал инженером. И вдруг передали по радио, что на студии объявлен конкурс. Пришел, сидят человек, приемный директор, человек 15 художников с полотнами такими, настоящие живописцы, какие-то сказки и так далее. Это первое везение. Второе, что объявили конкурс. И третье, что директор студии ни черта не понимал мультипликации. И поэтому... То есть у него были представления о мультипликации, самые наивные. Его детство. И когда я принес и положил на стол вот это вот, развернул это полотно, ему показалось это настолько родным и близким. То есть он понял, что вот это он понимает. А то, что ему приносят там живописные куски, это для него неинтересно. И потом первым был принят я. Ко мне начали приходить друзья из строительного института, архитекторы. И поэтому художники такие, которым это в общем-то неинтересно ушли, а хорошие рисовальщики и карикатуристы остались. И вот поэтому так наша студия была архитектурной. Как ни странно, архитекторы лучше всех рисуют карикатуры, они чувствуют движение. И в основном мультипликаторы были архитекторами. Вот благодаря случайности я оказался в мультипликации. И мультипликация пошла по архитектурному пути. А это один из ранних фильмов Давида Черкасского «Мистерия Бофф». Длинный, 50-минутный фильм, в котором Давид Черкасский впервые соединил мультипликацию с живыми актерами. Смотрите, молодые и старые, племянники и племянницы, тети и тети, все глаза на стопы не глядят. Смотри, первый яркий, смотри, второй и третий, смотри, четвертый и пятый коса, более омерзительно. Не увидите рожи, разглядеть кукчену просто. Посмотри, любой азит. Вот купец, ужасный толстый, не в горбочку сыпать. Но тогда меня не интересовало ничего, тогда меня интересовала только мультипликация и форма. А про что картина эта, так сказать, мелочь? А по-моему, в контексте этого художника где-то не хватает подтекста. Где-то в чем-то. Да, как-то и в чем-то и где-то. Мой муж философ по натуре. Мой муж тоже философ по натуре. Люди едят, чтобы жить. А вот червяк, он для чего ест? Все мужья философы по натуре. Был Новый год. Меня пригласили. Я пришел туда. К концу вечера, вечер стал немножечко задыхаться. Ну, в 4 часа ночи, Новый год. И я поспорил, что я его сейчас развеселю, расшевелю всех. А в зале, ну, человек 200 точно было. А почему-то, я не понимаю, именно почему это. Взял, разделся. Ну, я тогда был гимнастом, у меня сложен был шикарным. Я разделся до гола и сделал так, ап. И вечер, часть людей ушла в гневе. А когда я спрыгнул, я понял, что что-то я совершил не то, в общем. Но вечер вспыхнул такой силой, ты себе не представляешь. Веселье такое. А через 2-3 дня по городу поползли слухи. Там, знаете, что он там, король, мужчина, в общем, он по сцене голый пробегает. Как? Голый? Вот так? А слухи были такие, что вот, в проекциональной конструкции кто-то там разделся голый, а у него на животе играли в карты. Ну, такую хренотень несли. Просто, ну, то, что человеческое воображение может придумать. Хотя это был миг короткий. Ап! И все. Ну, потом меня исключили из комсомола. К сожалению, больше ни разу не приглашали вступить в партию. Потому что... А мне нравились партийные собрания. Я любил прийти на собрания, там, пошутить, поговорить, потом в буфет зайти. Я компанейский человек. Ну, вот, это меня миновало, к сожалению. А то бы я вступил бы. Горе мне, горе! Другим судьба к счастью двери открыла. Кому валенки, кому пилюли от всякой хвори, кому жом на хозяйство. А этому Ироду, прости, господи, крылью. Просим прощения за качество вот этого отрывка из фильма. Нам очень хотелось вам его показать. Но это единственная копия, которую мы достали. КОНЕЦ Мне нравилось быть в Доме кино, быть королем, всех угощать. Ничего не купил абсолютно. Мог же квартиру купить. Ничего. Ап! Ну, мне нравилось тогда. На протяжении всей своей жизни я зарабатывал очень мало. Потому что режиссер мультипликационного кино, ну, сколько? Сначала 220. В общем, самая высокая цифра – это 240. Без налогов. Поэтому я все время ходил со списками. Я его этого одалживал, этому отдавал и так далее, и так далее. И в конце концов я как-то так добился, что они уже отдавали друг другу как-то. Мимо меня я уже начинал новый, так сказать, виток. И вот первые книги, которые я прочел, вот я помню, опять же, приключения капитана Врунгеля с рисунками Дары. Ротова. Прекрасные рисунки Ротова. Просто потрясающие. Там книга может быть хуже, но рисунки были блестящие. Они меня поразили, так сказать, на всю жизнь. И когда мне предложили это сделать, я с радостью взялся. С радостью. Эй, на буксире! Ряби конец, черт побери! Но Врунгель же вообще положительный персонаж. Врунгель? Нет, на какое положение? Во-первых, его озвучивал Зиновий Ефимович Герт. И там уже нечего было делать. У него такой роскошный голос. И вообще... Там все на юморе у него построено, понимаешь? Поэтому нечего было делать. Он не строил из себя никого. И поэтому и Врунгель из себя никого не строит. И все немножечко идиоты все-таки все. Курин. Или паутина. Спасибо за все. Паутина еще. А плесень не там нигде нет. Грибки нигде не растут на голове. В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Не хватало драматурги. Ну, плывет, плывет, плывет. Значит, придумали, что он похитил Венеру. Значит, появился шеф. Появился шеф, значит, два гангстера появились. Два гангстера, значит, агент появился. Ну, и уже они, так сказать, двигались параллельно. И уже это было интересно. Не беспокойтесь, шеф. Все будет сделано. Слова этой знаменитой песни написал Ефим Чаповецкий, а музыку Георгий Фиртич. А мы больше спонтанные. Я не знаю, что лучше, что хуже. Лучше, наверное, все-таки быть умным, чем спонтанным. А так, чтобы что-то, как-то так, задаться цели. Уже знаешь, что тут должно быть смешно, даже не должно быть. Оно само идет к смеху. И ты уже начинаешь развивать этот трюк. Один трюк за другим, они нанизываются на другой, и нужно их довести до совершенства. А вот довести до совершенства, это не каждый может, и не каждый умеет. Это умел только Чарли Чаплин, и вообще и Бастер Китон, и вообще все великие комики. Вот это они умели. А я так не до конца. Давид, а вообще как ты вдохновляешься? Может, тебя что-то озаряет? Не знаю. Ну, так, чтобы вдруг что-то такое, озарение какое-то. Там тихо. Это называется не озарение, а воспламенение. Вот постепенно я воспламенялся, воспламенялся и доводил, ну, это я так, образно говорю, себя, так сказать, до полного возгорания. И вот после этого, после окончания картины, еще думаешь, а уже не надо. И главное, вот, чего я понял в производстве фильмов, это не надо ни для кого делать картину. Не надо картину делать для детей, не надо для взрослых, не надо для тетей. Только как ты умеешь. И если вот твое это умение, твое чувство внутри совпадает с кем-то, с чьими-то понятиями, и они это смотрят, им это нравится, значит, тебе повезло. А если не совпадает, значит, не повезло. А у «Доктора Эболити» там просто фантастическая музыка, просто фантастическая. Там так здорово все сделано. А, кстати, музыка Георгия Фиртича. «По вкуснее» У меня есть приятельница, она каждое утро просыпается, ей все не нравится. Ну что это, то жарко, то холодно, то сквозит, то не сквозит. А я просыпаюсь, и роднуши меня называют идиотическим оптимистом. Я просыпаюсь, мне хорошо, мне нравится, я проснулся. Ну, в общем, мне все нравится. А бывает, что что-нибудь вообще не нравится? Ну, если что-то не нравится, я перехожу к другому месту, где-то, где насчитает, нравится, и все дела. Вообще, мультипликат делать очень легко. Это как-то происходит очень весело. У нас была какая-то очень веселая студия. Идешь по коридору, с одной стороны хохот, с другой стороны хохот. Там где-то футбол играет в коридоре. Мы же каждый день футбол играли, по часу, по два, в обеденный перерыв. И очень долго, до рассыпания студии. За два года ее. В один год мы сделали пять частей, во второй год мы сделали шесть частей. Мультипликации. Но студия была как машина, уже накатанная была. Ты понимаешь, все время шло. Там не было такого, чтобы там не сфазовали, тут бы не прорисовали. Все уже катилось. И поэтому вот «Остров сокровищ» – это была вершина нашей студии по мощности. Да и вообще студия была чудная. Замечательный режиссер Давид Черкасский и лучший художник на свете – Родна Сахалтой. Потом Родна появился в Гиковец. Он любил уйти в свой легкий бурятский запой примерно в конце картины. Вот остался месяц до конца картины. Я обычно заболевал жутким гриппом. Роднуши оставался на хозяйстве. Пили мертвую. Там вообще что творилось. И поэтому у меня ни в одной картине нет конца. Просто так обрывается и все, и написано – конец фильма. Потому что это каждый год систематически. И вот он меня уже, так сказать, подвинул к человеческой радости. И хочу вам сказать, я не жалею, но совсем такая не страшная. Если все делать красиво, подчеркиваю, и получать от этого удовольствие, то это только на пользу. А это кадры из нового фильма под условным названием «Сумасшедшая макарона». «Сумасшедшая макарона» Дорогие друзья, жарю оставаться с таким режиссером. Мы надеемся, что он сделает еще немало фильмов. Мы снова увидим его на экране. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok